МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инна Афанасьева свой творческий путь начала в 1978 году в детском коллективе «Радуга» Могилёвского дворца пионеров и школьников, лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей, звезда белорусской эстрады, заслуженная артистка Республики Беларусь. Что меняется в женщине с возрастом? Ну, наверное, не только в женщине с возрастом всё меняется, потому что, наверное, было бы полной глупостью оставаться как в 20 лет с мозгами и прийти, образно говоря, к золотой середине своей жизни и иметь те же мозги. У умной женщины с опытом, вернее, с возрастом появляется мудрость. И ведь очень часто мы слышим, что если бы вот эти вот мои мозги, да в 20 лет, с таким иногда слышишь сожалением. Но, знаете, мне кажется, что что бы в жизни ни происходило, всё равно это судьба человека. И, наверное, каждый момент жизни, каждая секунда, если бы она была как-то иначе построена, наверное, бы многого чего-то и не было. И это ведь не значит, что всё вот это было бы хорошим. Мы все живём, мы все понимаем, что такое чёрное, что такое белое. И, безусловно, мы никогда бы не смогли понять, что такое счастье, если бы мы не испытывали чувства несчастья. Мы бы не знали, что такое добро, если бы мы не знали, что такое зло. И такие вещи параллельные, которые в жизни мы, к сожалению, нам приходится пережить, пройти, но это своего рода испытание. Порой женщина счастлива от того, что она, я не знаю, там, образно говоря, купила хорошие туши, например, и она счастлива. И женщина может быть безумно несчастной, если она сломала ноготь или она порвала колготки, например, или чулки. То есть понятие счастья, оно заложено в нас самих, насколько ты хочешь быть счастливым. Потому что, согласитесь, можно быть несчастным от того, что ты проснулся, образно говоря, и идёт дождь, а он тебе не нравится, и ты чувствуешь себя несчастным. Но в этот момент ведь можно посмотреть с точки зрения, с другой точки зрения. Вот идёт дождь, у тебя есть возможность побыть дома, выпить чашечку кофе, и пообщаться с любимым человеком, я не знаю, там, посмотреть какой-то хороший фильм. И это счастье. Безусловно, рождение ребёнка, да. И я, конечно же, счастлива, что я мама, что у меня есть чудесный сын, которого я очень люблю, и надеюсь, что он меня точно так же любит. Вообще для любой женщины материнство – это великое счастье. И тем, кому позволено это испытать, люди и правда счастливые. Поэтому я думаю, что для меня вот этого счастья достаточно, чтобы понимать, для чего ты вообще находишься в жизни и какое ты место занимаешь. Поэтому, знаете, я просто повторюсь о том, что счастье, оно не может быть от того, что ведь сколько мы видим примеров, когда люди имеют, многие думают, что вот если бы у меня был миллион, я бы был счастлив. А это настолько ошибочно. Я встречала очень много людей, у которых порой не всегда были деньги на еду, но это были счастливые люди. Моя бабушка, которая нас вырастила, она, конечно, вот всецело была с нами. И, конечно, я понимала, что она не вечна, и она очень умерла в таком достойном возрасте, 101 год ей был. Женщина совершенно без никакого образования, абсолютно в скромной семье выросшая, но в ней было столько мудрости, столько было какого-то спокойствия, умиротворения, что когда я приезжала домой, мы просто с ней садились на печку, болтали. Она мне что-то рассказывала, как вы понимаете, истории эти всегда повторялись. Но мне было всегда тепло и уютно от того, что это тот человек, который любит тебя не за что-то, а просто так, потому что ты есть на этом свете. И когда она умерла, вот я испытала это состояние потери, поэтому вот в какой-то степени вот мне Бог дал возможность петь, потому что мне всегда легче с тем, что я делаю, мне легче переживать все какие-то проблемы, трудности. И, наверное, вот за это, наверное, Господи, спасибо тебе, потому что, может быть, как-то я иначе воспринимала бы трудности, которые мне даются в жизни. Я никогда не относилась ни к музыке, ни к сцене, знаете, с пренебрежением, потому что мне посчастливилось работать с очень многими мэтрами нашей эстрады. Это и Кобзон, и Пугачева, и Ротару, и Лев Лещенко, и Саша Тиханович с Едвигой Поплавской. Вот это та плеяда Валентина Толкунова, это та плеяда артистов, которые боготворили и боготворят сцену, которые никогда не позволят себе выйти на сцену с сигаретой в зубах, и, образно говоря, даже в грязные обуви они туда не пойдут. Они всегда уважительно относились и к сцене, и к людям, которые работают на этой сцене. Поэтому, знаете, вот мне посчастливилось это увидеть, осознать и воспитать себя таким образом. Конечно же, я поменялась, потому что и голос мой изменился, и появились какие-то эмоции, которые ты уже переживал, которые ты через то, что ты прошел, и ты понимаешь, ведь на самом деле 20 лет тому назад, когда я выходила на сцену, я не знала, что говорить людям. Наверное, они мне могли много чего рассказать, а сейчас-то я могу кое-что сказать. Поэтому, конечно, я меняюсь, и я надеюсь, что в лучшую сторону, но вот та любовь и то уважение к тому, чем я занимаюсь, и особенная любовь к публике, которая приходит в зал, это неизменно. Да, мы любим, вот прыгнули в машину, сели, поехали. Мы очень любим Вильнюс, мы очень любим Белосток, у нас там уже там своя гостиница, свой парк, где мы там можем пойти погулять. И, ну, просто получаешь, даже вот это состояние дороги нам нравится, поэтому никогда не составляет никакого труда взять, собрать сумку и прыгнуть, поехать куда-то. Ну, если честно, как-то последнее время просто нет никакого желания. Есть рядом любимый человек, с которым интересно, который тебя поддерживает. Это самое главное. И все остальное, оно как-то всегда уходит на второй план. Мы очень любим свой дом, у нас только недавно закончился ремонт, поэтому мы его так все обустраиваем, каждый там занимается лампочку вкрутить это, это. Кстати, так интересно, вот мы сейчас живем, переехали в квартиру, элитная квартира, прекрасное место, обожаем это место, все. И, а до этого мы снимали квартиру. Тоже хороший дом, ну, простые люди жили. Как ни странно, заходишь в подъезд, все здороваются. Выходишь с подъезда, тебе все говорят здравствуйте. А вот в нашем элитном доме, домике, некоторые люди забывают сказать здравствуйте. Поэтому приходится здороваться. И, наверное, некоторым даже стало стыдно. Вот, поэтому, знаете, вот я считаю, что никогда не нужно забывать, кто ты есть и кем ты был, и откуда ты пришел. Потому что даже самые-самые именитые дворяне в царской России считали своим долгом поздороваться со всеми, невзирая ни на какие регалии, титулы и все остальное. Это то, что живет в нашей душе, внутри нас. Я могу вам сказать, что у меня не всегда есть деньги в кошельке. И поверьте мне, у меня не было никогда такого в жизни, чтобы я сидела дома и мне там кто-то что-то приносил. Я всегда работала и не считала своим долгом сидеть у мужчины на шее. И я никогда этого не делаю. И благо, что человек, с которым я живу, с которым мы строим свое будущее, он это понимает и уважает то, что я делаю. И, в принципе, это мы делаем вместе уже. Поэтому я думаю, что для каждой женщины это важно иметь состояние того, что ты можешь еще что-то делать сама. Но, в общем-то, я не из тех женщин, которые привыкла. Я никогда такой не была. Я с 16 лет ушла из дому и жила на свои деньги. И всегда работала. Поэтому сейчас в 45 тем более я не смогу этого делать. Я хочу просто всем пожелать, чтобы в вашей жизни вы могли испытать столько счастья, чтобы вы себя настолько чувствовали красивыми, талантливыми, умными, я не знаю, самодостаточными, чтобы вам хватило это на всю вашу жизнь. И никогда не забывайте, что счастье само просто по себе никогда не приходит. Его нужно заслужить. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы вы были счастливы. Ну и, конечно же, чтобы рядом с вами и в вашей душе всегда была любовь.